Привет всем Медалманьякам, вы на канале Spider Reviews и сегодня очередной обзор. На сей раз это будет релиз из промо-пакета, который мне присылал казахстанский лейбл Corellis Records. Это их релиз французской группы Tales of Blood, который называется Staffing the Graveyard. Релиз сделан в 6-ти панельном матовом диджипаке и ограничен всего 100 копиями, поэтому любители хорошего, такого брутального, средне-темпового дез металла, приобретайте себе в коллекцию, ищите на дискоксах, ну и собственно на самом лейбле. Группа далеко не молодая, была образована в далеком 93-м году и записала всего лишь одну демо и епишку. И что-то у них там не срасталось, и лишь в 2019 году вышел вот этот вот дебютный их альбом. Это 11 треков брутального, средне-темпового дез металла, хорошо сыгранного, лучших традиций в стиле, я бы так сказал. Мне очень нравится подобный стиль музыки. Брутальный гролл, все тут, в общем-то, все сделано по канонам жанра. Лирическая составляющая, ну это, как и в общем-то, наверное, во всех, во многих, не во всех десневных группах, это смерть, кровь, всяческие страдания, убийства, в общем, какой жанр, так и тексты. Сейчас покажу все это дело поближе. Вот такой вот красочный, красивый, матовый диджипак. Действительная информация, история группы. Собственно, вот такая вот фото, как вы видите, такие злые дяди в брутальных майках. Крупа сама базируется в Париже. Собственно, тут логотипчик на МВА. И вот такой вот, с минимальной накаточкой. Это, наверное, фишка Corellis Records. Весочек, то есть, как видите, логотип, название лейбла, название альбома. Это восьмой релиз в каталоге Corellis Records. Как я говорил, 100 копий. Кому интересно, я думаю, еще можно найти его без труда. Вот такой вот хороший альбом. Ну, на этом как бы и все. Что тут можно еще сказать? Хочу пожелать вам, как всегда, здоровья. Ходите на концерты, поддерживайте метал-музыку, метал-лейблы, группы. Покупайте физические носители, мерч. Собственно, этим самым вы и поддерживаете весь этот метал-движ. Всем пока, до новых встреч, метал.